Привет, ты уже тут? Значит ты очень вовремя. Сегодня я покемон Юмичу торжественно объявляю, что мы будем делать лизуна-убийцу. И у нас будет две команды. Лизун-убийца против лизуна. Но сначала подписывайся, подписывайся на наш канал. Скорей, это такая красная кнопка вот там внизу. Да, и ставь лайк, а я тебе дам мороженку. И Юми у тебя же нет мороженки. А вот и есть мороженка. Мы с Киселисом будем в одной команде. Да, Киселис? Я не Киса, я собака, собака. Собака и покемон в одной команде. Да, да. Вот, а старики во второй команде. Юми, хватит нас называть стариками, мы взрослые. У нас будет крутой лизун-убийца. А почему лизун-убийца? Потому что он будет способен уничтожить все, что угодно. Надеюсь, он не уничтожит что-нибудь важное или кого-нибудь. Ой, ребята, и правда, может не надо. А вдруг он? Хватит уже ныть. Вы сделаете себе свой лизун для взрослых. А мы с покемоном сделаем крутого лизуна-монстра. А ты пока голосуй в опросе. Вот там вот вопросики и комментарии. Что это вы тут опять собрались делать? Мороженка. Так и знала, что кто-то из вас ее у меня с полочки забрал. Кто бы это мог быть? Да уж, Юми. Юми, это была ты. Без понятия, о чем вы. Так что вы тут затеяли? Делать лизуна-убийцу. И взрослого лизуна. Ясно. А вот это что такое? А рыбешку я нашла в посылке подписчицы. И похоже, это не просто рыбешка. Это дельфинчик и он тоже лизун. Надо было мне рыбешку с собой в машину брать. В следующий раз возьми. Только я думаю, наши ребята-мэджики, подписчики ваши, не поняли, что ты имеешь в виду, что тебе надо было взять его с собой. Смотрите, как он тянется в машину. И он такой прям липкий. Точно. Они же не в курсе. Они не знают, что сегодня ты впервые в жизни ездила на машине. Разве ты еще не выложила видео, как я ездила впервые в жизни на машине? Уже выложила, но я думаю, подписчики еще не знают об этом. Так что обязательно пойдут после этого ролика и тебя поддержат. И посмотрят это видео с тобой. Как ты каталась на машине? Не я одна. Я ссылочку оставила внизу. Точно, ты же была не одна, ты же была с Юмичу, со своей подружкой. Она тебя там поддерживала. А давай в следующий раз возьмем с собой рыбку. А вообще, у меня, если честно, есть предложение сделать на канал Magic Family отдельное видео про эту рыбку. Круто. Давайте, если мы соберем много лайков, то ты сделаешь отдельное видео про рыбку. Да, что-то вроде вот этого вот. Мы снимем вашу очень смешную реакцию. Ну, а теперь давайте уже поскорее приступать к вашим лизунам. Сначала делаем нашего лизуна. Да, сначала нашего. Мы выбрали для этого очень красивых лизунов. Да, Софиш, ты права, они правда очень красивые. Особенно вот этот розовый с блестками. Смотрите, какой маленький лизунчик. Ты их смешай. Ну да, я уже поняла, что вы хотите сделать лизунов-гигантов. Хорошенько там перемешивай. Юми, вообще-то это лизун не твоей команды. Так, теперь добавим сюда лизуна из вот этого желтого яйца. Помните, мы его делали с вами вместе? Да, давай скорее уже замешивай его тоже в этот лизун их, потому что надо уже поскорее приступать к нашему лизуну-убийце. Я замешиваю. Интересно, смешаются они все вместе в один большой гигантский лизун или нет? Теперь добавляем сюда еще и вашего красного лизуна. Вот такого вот полупрозрачного. Сейчас мы всех их замесим в одного большого жирного лизунище. И последний лизунчик это вот такой вот фиолетовенький. Ой, какой красивый. Только он уже почему-то ломается. Но, надеюсь, если мы его замешаем в гигантского лизуна, он вернет свои свойства обратно. Ну как? Вот такой вот получился гигантский розово-космический лизун. Он реально целую мою руку. И его очень прикольно сжимать. Такой приятный антистресс. Или жвачка для рук. До того, как мы начнем соревнования, да, положи его в наше желтое яйцо. А теперь мы сделаем лизуна-убийцу и проведем между ними челлендж. Да, неси тазик. Да, пожалуй, нам для того, чтобы создать этого лизуна-убийцу вашего, понадобится тазик. Опускаем нашу первую фиолетовую слизь. Что-то пока на лизуна-убийцу не похож. Ну да, это пока только начало. Он меня гипнотизирует. Добавляй серебряную. Да, добавляю сюда серебристую космическую слизь и еще одну. Скоро мы начнем все это смешивать. Кстати, цвет у нее очень прикольный. Как будто бы металлический. И она разваливается на кусочки. Похоже чем-то на серу. Так. А теперь самое большое количество слизи. Смотрите, как она в руку падает. Ух. Вот это уже больше похоже на лизуна-убийцу. Да, когда мы все это перемешаем, я не представляю, что получится. Но будет очень большое существо. Она не хочет оттуда вылазить. Теперь давайте все это перемешаем и посмотрим, что у нас получится. А получается очень даже прикольная слизь. Такого космического цвета. Может быть, это была даже хорошая идея, Юмичу. Но то, что этот лизун способен поглотить все, что угодно, это точно. Смотрите, какой он огромный. А вот эта салатовая смесь, если честно, меня смущает. Мне кажется, этот лизун испорченный. Это слизь, потому что он не отлипает от рук. Все равно добавь ее, тем убийственней будет наш лизун. Как скажешь, Юмин. Но, видишь, мне кажется, мы только испортим его. Посмотри. А, она не отлипает от моих рук. Я совсем в ней запуталась. Нет, ребят, пойду я помою руки. А то мы испортим вашего лизуна. Мы и так чуть-чуть туда уронили. Ну что ж, а теперь давайте устроим, как вы хотели, челлендж между вашими лизунами. Вот этим лизунчиком. Кстати, смотрите, он обрел форму яйца. Очень прикольно. Он очень красивый. Мне очень нравится. Ну, это какой-то слабачок. Это не лизун-убийца. Ну, посмотрим. И вот это вот ваша очень странная слизь. Это лизун-убийца. Ты мой красивенький, любименький лизун-убийца. Хорошенький какой получился. Посмотрите, какой этот ваш лизун-убийца, как вы его называете, гигантский. Он вообще просто огромный. Он у меня вмещается в две руки. А это какой-то мелкий лизун. Ну, он вмещается мне только в одну руку, да. А теперь попробуем их разрезать. Ну, у меня специально как для этого с собой были ножницы. Начни с нашего, я уверена, он режется. Так что в этом раунде мы точно победим. Так, берем ножницы и просто разрезаем его пополам. Хм, странно. Конечно, он даже защищаться не умеет. Он разрезался идеально, просто как тортик ножом. И смотрите, он получается как какая-то пирожочек какой-то. У него внутри остальные лизуны, а вот этот вот розовенький снаружи. Сейчас попробуем разрезать еще на части. Ну, да, он режется легко и при этом не теряет форму. Это очень прикольно. А вот наш монстр-убийца не разрежется. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас я соберу эту вашу слизь хотя бы в хоть какой-нибудь комок и попробую ее разрезать. Она обволакивает ножницы, разрезается и потом сразу же собирается. Аня, потому что лизун-убийца должен уметь защищаться. Сейчас попробую еще раз. Но он разрезается, но он сразу же возвращается в единое целое. Не делится никак на кусочки. Ничего себе. А теперь давайте проверим, могут ли наши лизуны всосать какой-нибудь предмет. У меня есть вот такой вот камушек, достаточно тяжеленький, стеклянный. Давайте попробуем. Если я его прям воткну в этот лизун, то он, конечно же, войдет в жвачку легко очень. И, кстати, будет очень прикольно смотреться. Прям какой-то необычный декор. Инопланетный какой-то. Это фигня, это не то, что наш лизун. А если я его положу просто сверху, то, конечно, он, наоборот, этот камешек выпнет обратно. Физика, че? Попробуем положить камешек в жидкий лизун. Я ж говорю. Да, камешек просто погружается постепенно внутрь. Если бы он был глубже, наверное, он бы утонул в нем. Да. И оставляет после себя прикольный квадратный след. А давай проверим, как они держат форму. Я уверена, наш лизун держит форму лучше всех. У меня есть тут, ну вот, например, просто игрушка конфетам. Можем попробовать из лизунов слепить ее. Да, по поводу лепки нужно, наверное, обращаться на канал Видеолепка, а не ко мне. Конфета не получилось, но этот лизун явно держит форму. Только ломается почему-то. А вот наш крутой лизун-поглотитель, который способен сосать все, что угодно, не будет держать форму, потому что ему не положено. Да, он действительно не держит форму, и он очень сильно растягивается. Ему можно сплетать в какие-то просто косички. Я не знаю, но он такой гигантский у нас получился, этот кусок слизи, что он стал похож действительно на какое-то живое существо. Даже уже не верится, что это просто лизун. Вы посмотрите только на это, это же целая веревка. Не знаю, что и с ней можно делать. Я пытаюсь его засунуть в ваше розовое яйцо, но он никак никуда не хочет помещаться. Настолько он гигантский просто. Лизун-монстру, я же говорю! Надо придумать, куда его деть. А давайте пока сходим и делаем фотку в мой инстаграм, а потом вернемся и проверим, что стало с лизунами. Киса Алиса, у тебя нет своего инстаграма, это наш инстаграм общий? Да, Киса Алиса? Мне нужна пища, нужна пища, я должен что-то проглотить, чтобы стать еще больше. А что у меня здесь на столе делает этот лизун? Я же хотела его положить в коробку. Что это? Это игрушка киски Алиски, он съел кису Алису. Это действительно какой-то лизун-убийца, кошмар. Фуф, я ее спасла, но лизун этот, по-моему, очень опасен. А ставь лайк, если ты не редиска. И скоро нажми подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты его нажмешь. Но в первом виде наш ролик, первым одним оставить свой коммент, значит возможно, 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 он наше видео вдруг попадет. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Юли, остановись! Ой, ну хватит вам, старики! Субтитры сделал DimaTorzok